С нашим приходом, с приходом новой команды в 2020 году были такие ожидания. У значительного количества людей эти ожидания остаются. Перемены связаны со многими факторами. Есть знаковые явления, есть места сакральные, есть дела, которые имеют сакральное значение. Вот мы въезжаем в нашу симпатичную республику, в первый город, и сталкиваемся, проезжаем мост с очень красивым зданием, которое заброшено, но у которого есть собственники, торговый комплекс. Далее, напротив колоннады я не все перечисляю. Я прочитаю объекты, которые определяют и определяли облик нашей страны, объекты, которые вызывали восхищение, восторг и любовь к нам с вами, и объекты, которые сегодня стоят и разрушаются дальше. Я не знаю, кто владельцы этих объектов и у кого они в аренде. В 2022 году там должны начаться строительные работы на этих объектах, или там должен появиться новый собственник в виде государства или инвестора. Это не интересует, откуда он возьмется, наших граждан интересует решенная проблема. Дальше едем. Олимпийская база. Выезжаем в наш город, в санаторий Геловани. Выезжаем на нашу набережную, роскошная гостиница Абхазия. Идем по набережной стороны Майка, бывшая гостиница Тбилиси, бывшая гостиница Сухуми, ресторан Амра, ресторан Эльбрус, ЦУМ, недостроенная гостиница. Значит, что у нас еще тут осталось? Здание Закво. Выезжаем из Сухума, поместье Смецкова. Это все должно быть восстановлено. Найдете в ближайшее время владельцев, арендаторов. Скорее всего, это наши граждане. Спросите, что им нужно. Денег у нас нет. Какие-то льготы. Пожалуйста, мы на это дело пойдем. В 2022 году, если они не выйдут на строительные площадки по согласованным проектам. 2022 год. Это три месяца сейчас. И целый год впереди. То мы с вами находим других владельцев. Вопрос должен быть решен системно. И меры, которые будут нами предприняты, они должны носить универсальный характер и без исключения. 2022 год должен стать поворотным в этом ключе. Продолжение следует...